Они об этом заботятся, какие проповеди говорят, шейхи, это по-нашему князья, учителя церковных, они всех до одной одели, купи хиджаб, надень хиджаб, ты поможешь исламу, одеяние какое, она как в мешке сидит, и довольна, да, она разменена уже не будет. Муж знает, а тебе измены не будет, она будет выполнять то, что нужно. Сказали, подпоявшись поясом смерти, и она подпоявшись, взорвёт себя и других. Их никогда не победить, их миллиард. И они в школе будут говорить так, как её научили. Она в два года возраста отвечает, лучше, чем наше 20-летие. Притча 29-23. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Вот кто будет достоин. И когда эти люди, достойные, войдут к Господу, и они там, в Царстве Небесном, осознают своё недостоинство. Скажи, так так в Библии не написано. Не написано, а я так думаю. Потому что в толковании это есть. В откровении написано, они гусли, держат в руках, и венцы слагают к ногам победителя. Это означает всю победу приписывать ему. Меня могут назвать трижды четырежды героем. Будет много у меня орденов и медалей. Но перед Богом это ничто. Вот пришёл генерал. Наискует к Серафиму Саровскому. Вся грудь увешана в медалях. В орденах. И что он ему там говорил? Только Бог знает-то. Он вышел оттуда рыдающе. И все ордена вдруг отступились. Они же привинчены. Присёлкнуты. Все отвалились и упали на землю. Он говорит, потому что ты штабной работник. Ты на фронте не был. Все это фатшило у тебя ордена. Вот как определяется. Надо идти на молитву. Надо идти на исповедь. Без исповеди ничего не получится. Весь Израиль выходил на исповедь. Но в нём не полагать спасение. В первую очередь надо настроить совесть. Достойный или недостойный. Вот вы думаете, видите это слово? Ребёнок садится за стол. Ничего нет. Мать дала указания. Он ни на огороде, нигде так. Ты недостоин есть. Стань рядом. Никуда-то уйдя напротив стола, чтобы стоял, смотрел, как другие едят, как у нас в лагере. Всё, я его научил. Завтра он уже будет работать. Слово «достоин применитель» всюду и везде. Я достойный сегодня и дальше пояснить что-то. Вот мы едем, и мы тоже смотрим, достойным или недостойным. Мы об этом молимся. Господи, найди достойных людей. Строителей храма много сегодня, особенно богатых людей. Прямо строят храмы, как грибы. Но когда они, эти люди, придут туда, то как будет? Сегодня он приходит в храм, который построил. А другие бизнесмены ему говорят, а ты-то зачем пришёл? Он говорит, мне смертно обидно, я же его построил. А его видно, что он живёт развратной жизнью, грабитель. Налоги не платит. Налоги не платит, пенсий никаких нет. Слово «достоин» надо возвести, как в оригинал, не только считать достойной из Якова истину. Да, она достойна, Божья Матерь. А ты скажи, ты тогда, Дочка Святая, будешь, когда ты будешь подражать той, которая достойна. При Снадеве Марии, как она воспитывалась, как была при храме. Нарисуй её подлинный образ. Она сказала, да будет мне по слову твоему. Я считаю, это главные слова, что она всё делала по слову, которое передал ей андел. Он передал от Господа. Господи, соделай нас достойными, принять благодать Твою, омой нас кровью Твоей причистой, очисти, убили, и как достойных уже, прими в царство Твое небесное. Аминь.